Всем привет! Вы находитесь на канале Куна. Мы начинаем серию роликов про простые, но очень нужные мелочи, которые пригодятся любому мастеру, столеру, просто хозяйстве. Сегодня хочу вам рассказать про такую простую вещь, как бутылка для клея. Многие из нас пользуются клеями типа клей-берит и так далее. Но те, кто пользуется часто, знают, что при необходимости покрыть клеем большие поверхности, приходится постоянно сжать, переворачивать, опять нажимать, либо переливать в какую-то другую емкость и уже кисточкой размазывать. Вот американские мастера придумали и запатентовали такую вот нехитрую бутылку. Бывает она двух видов. Называется Глюбот. Большая называется просто Глюбот, поменьше называется Бэйби Глюбот. Фишка ее в чем? Здесь два контура. Основная масса клея заливается сюда. Потом при небольшом давлении столб клея поднимается на выход и спокойно и планомерно распределяется по поверхности. К сожалению, ни китайцы, ни наши кулибины подобных вещей не делают, к моему удивлению. Даже на Алиэкспрессе я ничего подобного найти не смог. Поэтому пришлось заказывать на Амазоне в Америке с пересылкой через контору, которых сейчас навалом. Рекламировать не буду. Все их знают. Все многими пользуются. В комплекте с большой, помимо просто обычной насадки, идет еще запасной сосок для клея. И такой вот распределитель, если вы вдруг решили намазать какой-то торец доски или чего-то. Вместе с маленьким вариантом идет два соска. То есть один такой вот ступенчатый, а второй такой вот просто прямой. Так же все крышки на прокладках, что позволяет сохранить клей в нормальном жидком состоянии. Также есть очень удобная силиконовая крышечка, которая в отличие от того же клейберита, в клейберите что неудобно, вы сняли заглушку, начинаете мазать, крышку у вас постоянно где-то попадает на поверхность, на руки, либо приходится ее вот так вот держать. В общем, одним словом, не совсем удобно. На этих банках есть такая вот поверхность. Она сделана под форму силиконового колпачка. И вы совершенно спокойно, не напрягаясь, уже сосредоточены только на покрытии поверхности клеем. Я перелил уже остатки клейберита, который у меня оставался, в маленькую баночку. Покажу здесь, значит, как-то так случайно совпало, но очень удобно. Совпадают диаметры бутылок. То есть, выходное отверстие на бутылке клейберита совпадает. Как раз очень ровно встает внутрь глюбота. Оказалось, очень удобно. Клей густой. Можно не стоять над ним, просто перевернуть бутылку, поставить ее вверх дном. И она будет постепенно переливаться туда. Главное рассчитать объем правильно, чтобы оно не перелилось. Потому что клей дорогой, жалко. Так, ну и что? Попользуем сегодня, как раз под руку, есть необходимость помазать клеем такой вот буквы, кусок буквы щита, ступеньки. Склеить две части одинаковых, дабы получился такой вот кусок бруска, с которого в дальнейшем буду делать подставку для ножей. Для большего удобства возьму кисточку. Все равно клей приходится размазывать. Но попробуем на уже живой детали на поверхности. То есть, по ощущениям, действительно, минимальное давление нужно оказать на банку, чтобы клей начал подниматься вверх, на выход. То есть, действительно, очень удобно, очень практично. И еще одна фишка в том, что, когда вы ставите на хранение, вот этот столб клея, он не опускается. То есть, в любой другой момент взяли бутылку, и она уже готова к работе. И не нужно там опять какие-то усилия чрезмерные прилагать. Все идет нормально. Я срезал по самому минимальному уровню. Ну, посмотрим, как это работает. Ой, прям удовольствие. То есть, прям вот без каких-то напрягов можно спокойно совершенно дозировать. Вот пальцы не немеют, как это с другими бутылками происходит. Но, действительно, наверное, не зря американские блогеры сплошь и рядом все абсолютно используют такие бутылки. Очень странно, что в России их практически никто не продает. И вот, видел один раз на сайте Дерево желаний. Все его тоже знают. Но и цена другая. Ну, понятно, что надо из Америки привезти, растаможить, каким-то образом доставить. Но только у них. У остальных ее нет в наличии. Ну, собственно, как и в Дерево желаний, тоже ее не было, когда я хотел ее купить. Поэтому пришлось заказывать на Амазоне. Ну, в целом, вещь необходимая. Если хотя бы раз в месяц пользуетесь клеем, или просто любите удобные мелочи, то это вот одна из тех вещей, которую прямо вот каждый мастер домашний, да и в любой мастерской, должен иметь, я считаю. Стоит недорого. Ссылочку размещу на Амазон под видео. Если не ошибаюсь, в районе 5-9 долларов стоит бутылка. Ну, большая подороже, маленькая подешевле. Классная штука. Подозреваю, что, наверное, в большую войдет целиком бутылка клея. Любого. Бутылки эти многоразовые, естественно. Можно помыть. Можно помыть прокладки. Собрать ее заново. В общем, одним словом, пользуйтесь. Буду рад, если кому-то пригодится. Ну и до новых встреч. Будем размещать видео о всяких полезных мелочах, которые сильно упрощают жизнь. Всем спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите комментарии, отвечу, если вдруг какие-то вопросы появятся. Все, всем пока.